Меня зовут Женя Панасюк и я путешествую по тропическим островам с элементами рыбалки, охоты, подводной охоты и бушкрафта, испытывая себя в условиях выживания. Но сегодня я проведу 24 часа возле озера у подножья вулкана, попытаюсь с помощью гавайки добыть себе трофейную рыбу и приготовить ее в примитивной коптилке из эвкалиптовых листьев. И конечно же я уверен, вам очень интересно, что же сегодня я буду использовать для своего выживания. Давайте я вам покажу. Самодельная ловушка на крабов, мой швейцарский нож, огнева для разведения костра, маска и трубка и конечно же гавайка. Это самодельное примитивное ружье для подводной охоты. Посмотрите какой красивый рассвет, а это значит только одно, что мое выживание началось. Ночью с помощью ловушки на крабов мне удалось поймать одного большого краба. И я хочу утром его приготовить, а также показать вам как работает моя ловушка и немного ее переделать и попытаться с помощью нее же поймать рыбы. В последних сериях я ловил только крабов и уже сильно соскучился за вкусом рыбы. Поэтому в свой путь сегодня я держу к озеру, которое образовалось у подножия вулкана в одном из кратеров. Вот такого вот красавца мне удалось сегодня ночью поймать. И все с помощью такой небольшой корзины из бамбука. Посмотрите какая большая у него клешня, но днем он совсем не активный. В первую очередь мне нужно раздобыть огонь. И для этого мне понадобится мой швейцарский нож. Утром был небольшой дождь и все ветки мокрые. А это усложняет мою задачу. Сначала дерево нужно очистить от сырой части, которая промокла во время дождя. И добраться к сухим волокнам дерева. Снимая мелкую стружку, я добираюсь к сухой сердцевине. И заодно эту же стружку я буду использовать в качестве старта моего костра. В качестве трута я использую хлопок. Нужно добавить еще немного стружки. Также для разведения костра мне понадобятся сухие тонкие ветки. Менее мокрыми ветки будут те, которые находятся не на сырой земле, а на возвышении и продуваются на ветру. Складываю их в мой лавовый мангал. А сбоку попытаюсь развести небольшой огонь, который уже и переложу в основной костер. Для того, чтобы разжечь труд, мне понадобится огнево. С помощью обратной стороны пилы, которая есть в моем швейцарском ноже, я высекаю искру из огнево. Самое главное – добыть маленький огонек. И с помощью него даже сырое дерево будет постепенно разгораться, быстро испаряя влагу с дерева, а сухие волокна будут постепенно разгораться. Хлопок очень быстро и легко загорается. Но этого огня недостаточно для того, чтобы поджечь дерево. Все сырое и мокрое, но я не теряю надежду. Для меня очень важно раздобыть огонь, чтобы приготовить свою добычу. Никто не говорил, что будет легко, но я не теряю надежду. Добавлю еще немного сухой стружки. И вот, наконец-то, я получаю первый огонь. И с помощью него разведу свой костер. Солнышко уже поднялось и становится жарко. А теперь давайте более подробно я вам покажу, как именно срабатывает механизм в моей ловушке на крабов. Как вы видите, самый главный элемент ловушки – это входная дверца. Она сделана не идеально, но главное – работает. И с помощью нее мне удалось поймать вот такого вот монстра. Итак, эту дверцу натягивает небольшая резинка. Резинку просто обвязываю вокруг дверцы, и этого уже достаточно. К верхней части дверцы я привязываю веревку. И продеваю ее вовнутрь ловушки. Внутри к этой веревке у меня привязана небольшая ветка. Одной стороной этой ветки я цепляюсь за корпус ловушки. А длинную часть придерживаю рукой. Потом в эту ветку, которая является курком, я упираю еще одну длинную ветку и делаю распорку изнутри ловушки. Ну вот сейчас вам уже было наглядно понятно, как срабатывает этот механизм. Но давайте я вам покажу его на примере краба. Заряжаю еще раз этот предохранитель. Делаю распорку второй веткой. И готово. И вот, припустим, идет краб, который залазит в нашу ловушку. Лапками он задевает эту распорку и убирает предохранитель. Курок срабатывает, и дверца закрывается. И наша добыча в ловушке. А костер уже постепенно разгорелся. Можно готовить свою добычу, но предварительно краба нужно усыпить. Поскольку дерево сырое, костер горит слабовато. Но это и хорошо, потому что моя задача подкоптить немного краба на дыму. И именно поэтому в основе своего костра я использовал эвкалиптовое дерево. Пока краб жарится и коптится, я хочу попробовать использовать эту ловушку на крабов как вершу. И установить ее под водой, чтобы попытаться в нее поймать какую-то рыбу. Кусок лавы использую в качестве груза, чтобы ловушка не всплывала. Но конечно же, чтобы вам было интереснее, внутри этой ловушки я размещаю свою видеокамеру. Так, чтобы вы сами могли видеть, что же происходит у нас под водой. Погружаю ловушку под воду. И ловись рыбка большая и маленькая. Глубина оказалась достаточно большая. И к одну рукой я не достаю. Поэтому отпускаю ловушку, пусть погружается под воду. Ну что, друзья, как вы думаете, заплывет какая-то рыба без прикормки в эту ловушку или нет? Пишите в комменты ваши прогнозы. У каждого свое выживание. Я здесь на острове выживаю, а кто-то в русской деревне выживает. Представьте себе такую деревню, где половина населения разговаривает на одном языке, а вторая половина на другом языке. И как вы думаете, как такие люди могут жить вместе? И вам делают п*** из Москвы приехать снимать этот репортер? Мои друзья с канала Урюк и Клюква нашли такую деревню. В ней половина русские, а половина таджики. Вот они, смотри какие! Как все эти люди оказались в одном месте? Почему именно здесь? И удается ли им мирно уживаться? Смотрите эту удивительную историю по ссылке в описании. И давайте поддержим ребят, которые снимают такие интересные видео, и подпишемся на их канал. Почему я спустился к озеру? Потому что сегодня ночью я хочу еще раз заняться ночной подводной охотой на мою примитивную гавайку. В надежде под конец сезона поймать еще одну большую рыбу и закоптить ее на эвкалиптовых листьях. Дерево эвкалипта горит очень слабо, но оно дает очень хороший дым и жар. Это все из-за того, что в дереве эвкалипта очень много эфирных масел, которые хорошо дымят и придают очень вкусный копченый аромат блюду. Возле озера очень мало мест, где можно разбить свой лагерь. Везде одни кактусы, колючки и острая лава. Но все-таки между двумя деревьями мне удалось разместить свой гамак, где я и смогу переночевать. Пока краб готовится, я немного отдохну. Вы только посмотрите, какой удивительный вид открывается передо мной. Запах краба не дает мне отдыхать. Я очень хочу кушать, а это пахнет очень вкусно. Спустя 10 минут мой краб готов. Пришло время дегустировать. Посмотрите, какая большая клещня. В ней должно быть много мяса. Вы только посмотрите на этот цвет. Внешняя часть даже липнет к пальцам из-за этого эвкалиптового масла. Я уже представляю, какая же будет копченая рыба, если мне удастся сегодня ночью ее поймать. С помощью ножа буду разбивать клещни и доставать оттуда вкусное и сочное мясо. Клещня очень большая и мяса в ней достаточно много. Единственное, что мне очень не нравится возле этого озера, это то, что здесь очень и очень много мух. Они лезут везде. И в глаза, и в рот, и на мою еду. Это немного раздражает и не дает возможности полноценно насытиться и насладиться моментом. Но краб был очень вкусным. Мясо сочное и даже сладкое. А копченый запах и аромат эвкалипта не передать словами. На мой взгляд, это дерево подходит просто идеально. Мясо у краба есть не только в больших клещнях, а и в его теле. Просто аккуратно отрывается каждая лапка и на ней есть кусочек мяса. Краб очень вкусный, поэтому я выедаю все до мелочей. И вам, кстати, тоже желаю приятного аппетита. Музыка. 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 Ловушку на крабов, которую я использую сейчас как вершу, я немного переместил. В более глубокое место и ближе к траве. Я обратил внимание, что там рыбы больше. И я подумал, что так у меня будет больше шансов что-то поймать. А теперь давайте вместе посмотрим, что же у нас происходит под водой. Почти сразу же небольшая рыба начала интересоваться. Что же это такое у нас тут под водой? Окружила и рассматривала внимательно мою ловушку. Но в один момент произошло то, чего я даже не мог ожидать. Иииииииии.. вот. Отклеилась моя камера и просто отпала. Краба я доел и пришло время доставать ловушку из под воды. Возможно, мне что-то удалось поймать. Как вы думаете, есть там что-то или нет? Ловушка находилась под водой недолго. Возможно рыба не успела еще привыкнуть. Или же мне все-таки нужно использовать какую-то приманку внутри. В любом случае я доработаю эту ловушку и смогу ее использовать более универсально. На суше ловить крабов или каких-то мелких птиц, а под водой ее использовать как вершу. Но главная моя сегодня миссия – это ночная подводная охота ночью в озере, которое образовалось в кратере вулкана. И для этого я буду использовать маску с трубкой, а также небольшую самодельную гавайку. Только после прошлой охоты ее нужно немного подточить. И для этого я использую небольшой фрагмент лавы. Ну что ж, уже вечереет, поэтому спрячу ловушку, чтобы с ней не носиться, и подготовлюсь к подводной охоте. Вы только посмотрите на эти облака вокруг вулкана. Это просто завораживает. Солнце постепенно опускалось за горизонт. И наступила ночь. Беру свою гавайку и погружаюсь под воду. Вода была просто ледяная, очень холодная и мутная. Но в этот раз у меня уже опыта было намного больше. И даже в такой темной мутной воде я лучше ориентировался. Искал небольшие пещеры в этих фрагментах застывшей лавы. Именно там сидела рыба. В одной из первых пещер я нахожу небольшую теляпию. И без проблем мне удалось ее поймать. Плыву дальше, изучая подводный мир. Но я заметил, что крупнее рыба держится более глубоко. Опустившись глубже, я перед собой вижу еще одну, но уже большую теляпию. И сразу же от адреналина я делаю торопливый выстрел. И он был не совсем точным. В рыбу я попал, но не зафиксировал. Я не мог позволить себе упустить этот трофей. Мгновенно, просто рукой, уже без резинки, я атакую рыбу еще раз. И прижимаю ее ко дну. Очень важно забрать рыбу и рассчитать правильно свой запас воздуха. Да еще и заплыл в небольшую пещеру. Над головой острая застывшая лава. А в руках у меня потенциальная добыча. Я хватаю рыбу рукой и поднимаюсь наверх, чтобы вдохнуть. Есть! Добыча в моих руках! Но это еще не значит, что я ее уже поймал. Так как только я расслабился, чтобы заснять видео и показать вам этот трофей, рыба трепыхнулась и ускользнула с моих рук. Но хорошо, что ей не удалось далеко уплыть. Я сразу же ее обнаружил и крепко схватил двумя руками. Теперь она точно моя. Миссия выполнена и трофей пойман. Теперь я знаю, что я буду коптить завтра днем. Вот перед собой я увидел бамбук. А это уже хороший сигнал. И все верно. Под ним сразу же сидела еще одна большая теляпия. Но пока я выбрал правильный угол для того, чтобы ее атаковать, она быстро скрылась в мутной воде. Еще один трофей упущен. Плыву дальше, внимательно всматриваясь в темную воду. А вот я увидел небольшого змеи-голова. Но он оказался достаточно шустрым. А вот здесь я был очень удивлен, когда перед своими глазами я увидел точно такую же рыбку, как у меня когда-то была в аквариуме. Кто разбирается, как она называется? Плыву дальше. Вижу еще теляпию. Но она совсем небольшая. А вот это вот уже поинтереснее. Но мне не удалось ее поймать, потому что я достаточно сильно повредил наконечник гавайки. Он изогнулся и теперь работает плохо. Еще парочка таких промахов и он поломается совсем. Очередная рыба. Попадание. Но она опять сходит с моего наконечника. Также не один раз у меня были проблемы из-за того, что мой наконечник состоит из двух острых фрагментов. И рыба просто попадает между ними. Именно поэтому зачастую для гавайки делают наконечник из трех фрагментов. А вот эту вот теляпию мне все-таки удалось поймать. Это озеро достаточно агрессивная среда для подводной охоты. Помимо холодной, ледяной и мутной воды, острой застывшей лавы и глубоких пещер, здесь под водой меня встречали заросли огромных кактусов с большими острыми колючками. И в тот момент, когда я всплываю, если вовремя не посмотреть вверх, на них можно наткнуться. И достаточно сильно себя поранить, а под водой занести какую-то инфекцию. Вот это да, такого я точно не ожидал встретить под водой. Так что всегда во время подводной охоты будьте на чеку. Я очень сильно замерз, поэтому буду вылазить и согреваться. Рыбка была точно больше килограмма. А для теляпии это достаточно большой размер. Друзья, даже несмотря на защитный костюм, я ужасно замерз, просто ужасно замерз. Но самое главное, есть добыча. И она большая. Это заслуженный трофей. Даже на такую мини примитивную гавайку можно поймать, смотрите, какого монстра. Но не с первой попытки мне это удалось. Я надеюсь, что на видео это хорошо видно. Но она огромная. Для теляпии это однозначно трофей. Это самая большая теляпия со всех, что я когда-либо ловил. Вот это да. В первую очередь я развел костер и немного согрелся. Почистил свою рыбу и полоснул ее в озере. Используя резерв соли, которую я добывал примитивным методом, я ее засолил. Пришло время ложиться спать. Наступило утро. Скажу честно, спалось, как обычно, мало. Но ничего, отсыпаться уже буду позже. Для того, чтобы закоптить свою рыбу, я хочу сделать мангал на лаве. Поэтому я нашел небольшие фрагменты лавы и заберу их себе в рюкзак. Двигаюсь дальше. Выживать босиком – очень плохая идея. Меня кто-то покусал в ногу, и вся нога опухла и достаточно сильно болит. До конца этого сезона моя обувь не дожила. Именно поэтому уже я хожу босиком. Коптить рыбу возле озера я не буду. Здесь очень и очень много мух. Так что я, отправляясь в хвойный лес, и на своем пути соберу еще немного веток и листьев эвкалифта. Именно они и будут основой моей коптилки и придадут моей рыбе неповторимый копченый запах и аромат. В один момент я даже захотел залезть на дерево и нарвать листьев побольше. Но дерево было совсем сырым и скользким. Я решил зря не тратить свои силы и нашел куст, который находился внизу. С него и собрал еще немного листьев эвкалифта. А в это время моя правая нога болела и опухала все больше и больше. Вообще эвкалифт это очень полезная находка. Его листья можно будет использовать даже в качестве медицины. К примеру, делать ингаляцию. А также эти листья можно будет запарить и сделать походную баню где-то в холодном лесу у подножья вулкана. В общем, в любом случае это многофункциональное и полезное растение. Поэтому я побольше соберу как сухих, так и мокрых листьев этого дерева. Теперь нужно найти удобное место, развести костер и приготовить свою добычу. Для того, чтобы приготовить рыбу, для начала мне нужно развести огонь. В сыром лесу это сделать очень сложно, но возможно. Для начала соберу немного дров. Несмотря на то, что они влажные, внутри они сухие и трухлые. А вот этот пух использую в качестве трута, чтобы огонь разжечь было немного легче. Теперь нужно подготовить рыбу. За ночь она немного промариновалась, но с помощью ножа я еще дополнительно ее почищу и добавлю немного соли. Вот такой вот хороший кусок мяса буду сегодня готовить. Соль крупнозернистая, поэтому я не боюсь пересолить. Рыба возьмет в себя ровно столько, сколько ей нужно. Поэтому щедро и плотно посыпаю солью. Нужно найти еще немного сухих веток. Костер разгорелся, а в моем рюкзаке осталось еще парочку лаймов. С помощью ножа разрежу его на две части и щедро рыбу полью соком. Как снаружи, так и внутри. Готово. Пока костер разгорится, рыбка еще промаринуется. Костер горит медленно, потому что дрова сырые. Но это и хорошо. Мне большой жар не нужен. Угли немного разровняю с помощью палки и подготовлю мангал. Сверху на угли я выкладываю сырые листья эвкалипта. Они постепенно будут тлеть и давать хороший плотный дым, которым я и буду прокапчивать свою рыбу. Сверху на листья я выкладываю небольшие фрагменты лавы для того, чтобы рыбу положить сверху на них. И когда листья перегорят, рыба не будет напрямую контактировать с углями и не пригорит. Ну а теперь сверху на лаву я выкладываю свою добычу. Листья, сразу же контактируя с углем, начали дымить. Остальные листья эвкалипта я выкладываю сверху на рыбу. От жары они тоже будут распариваться и верхней части рыбы придавать свой аромат. И тем самым будут перекрывать доступ кислорода. И нижние листья не будут загораться. Коптилка сразу же задействовала. Но чтобы дым наш не уходил, я возьму вот эти вот большие листья и сверху накрою коптилку, чтобы дополнительно удерживать облако дыма над рыбой. Листья сразу же начали выпускать масла и коптилка начала сильно дыметь. Вы посмотрите, какое облако дыма держится над моей рыбой. Проверяю рыбу. Выглядит сочно. Еще минуток 10 и будет готово. Нужно контролировать процесс, потому что нижние листья начнут перегорать и их нужно вовремя заменить. Поэтому я перекладываю рыбу в тарелку, верхние листья эвкалипта подкладываю под рыбу снизу и переворачиваю рыбу на обратную сторону. С помощью этих листьев закрываю коптилку обратно. Рыбка уже золотистого цвета. Запах разносится по всему лесу. Очень вкусный аромат. Коптилка работает очень хорошо. Ничего сложного совсем в этом нету. Спустя еще 10 минут рыбка готова. Подожду немного, пока остынет и буду дегустировать. Выглядит это очень сочно и аппетитно. С помощью вот такой вот примитивной коптилки мне очень быстро удалось приготовить большую рыбу. А на вкус она получилась ничем не хуже, чем с профессиональной коптилки с качественной стружкой для копчения. это на самом деле друзья очень легко и очень вкусно. Вот это да. Вот это оно. Ох и вкус дыма. Очень вкусно. Это очень вкусно. Теляпия сама по себе очень вкусная и жирная рыба. Но когда я ее закоптил вот так друзья, я официально заявляю это самая вкусная рыба, которую мне удалось приготовить в таких условиях. Сочная, не присушилась, не пригорела. Идеально прокоптилась рыбка. Смотрите, просто идеально. Вкус дыма, запах. С этих пор эвкалиптовое дерево это фаворит в копчении рыбы. Я уверяю вас, вам это нужно попробовать, если в вашем регионе растет эвкалипт, обязательно попробуйте скоптить рыбу или мясо на этом дереве. Вот это кайф. Не хватает такой большой кружки кваса, холодного кваса, чтобы запить эту рыбку. Очень вкусная. Прям, ну, честное слово, как в лучшем ресторане. Как же вкусно получилось. У меня пару лаймов осталось в живых. Сок добавил тоже. И запас соли использовал. Для копченой рыбки соль, конечно, важна. И сочный вкус, насыщенный аромат. Ну, просто мне сложно писать это словами. Я хотел бы, чтобы как-то через экран я мог передать вам этот вкус. Я знаю, что вы тоже кушаете, друзья. Всем нам вместе. Приятного аппетита. Это кайф. Это кайф. Ну, что ж, друзья, это выживание было очень интересным, а главное, как обычно, очень вкусным. Мне удалось продержаться в лесу 24 часа и найти себе и еду, и воду. А если вам понравилось это видео, только в этом случае ставьте палец вверх и подписывайтесь на мой канал. А когда это видео наберет 15 тысяч лайков, я опубликую новое видео в этом же стиле. Всем до встречи.